Беспрецедентная открытость российских военных. На авиабазу в Сирии приглашены журналисты из разных стран, освещающие конфликты в горячих точках. Им предоставлена возможность увидеть, что в реальности происходит на секретном военном объекте. И это были непоказательные выступления. Самолеты и вертолеты один за другим вылетали на задание атаковать позиции террористов. Сегодня же в российском Минобороны сообщили, с начала операции уничтожено 819 объектов боевиков. В российском генштабе также выразили удивление, что при таком объеме работы американские коллеги заявляют, что не видят целей, по которым надо вести огонь. Все подробности в репортаже Ивана Прозорова. Слов нет, одни эмоции. Вместо того, чтобы говорить и показывать, они невольно замирают. Опытные журналисты, прошедшие не один военный конфликт, под впечатлением. Конечно, очень впечатляет. Действительно, очень четко, профессионально они работают. Такое впечатление у меня получил. Перед поездкой, конечно, я смотрел ваш канал и российские суммы, поэтому впечатление было, но своими глазами еще раз подкрыл дел. Увидеть своими глазами профессионалу просто необходимо. Ведь одно дело вести репортажи из уютного офиса, ссылаясь на коллег с места событий, и совсем другое в это место попасть лично. Такую возможность ведущим западным СМИ предоставило российское министерство обороны. Для иностранных корреспондентов на аэродроме Хмеймим в Сирии день открытых дверей. Журналистам иностранных средств массовой информации предоставлена возможность своими глазами ознакомиться с повседневной жизнью нашей авиагруппы. Впервые увидеть, в каких условиях живут российские военнослужащие, окунуться в атмосферу подготовки к выполнению боевых задач. Никаких показательных выступлений. База живет в обычном ритме. Вот пилоты готовятся к вылету на сверхманевренном истребителе Су-30СМ. Корреспонденты не упускают возможности об этом рассказать. Техники проверяют вооружение и снова съемка в деталях. А вот и посадка самого большого транспортного самолета в мире. От легендарного Руслана не просто уши закладывает. Земля дрожит. Показали журналистам и то, где военные живут. Небольшие комнаты для личного состава. С кондиционером. На базе есть собственная библиотека. Магазин. Продемонстрировали столовую для военнослужащих и мобильную кухню. Но этих корреспондентов хлебом не корми. Дай поснимать технику. Мирослав Лозанский видел ее немало. Сербский аналитик прошел многие конфликты, начиная с 80-х годов. Мне приходилось часто бывать на военных базах. Американских, немецких, английских, натовских. И про российскую базу я могу сказать, что она великолепно оборудована. Личный состав находится в хороших условиях. Людей отлично кормят. Кроме того, в глаза бросается идеальный порядок и дисциплина на базе.